Welcome, 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 тем, кто смотрит это в записи. Скорее всего, таких нет. Обычно смотрят все в лайве, потому что лолец хорош к обеду, но никак не к ужину. У нас сейчас будет игра Копенгаген Вульфы против миллениумцев. Миллениумцы сегодня уже на второй неделе, в первый день, проиграли первую игру Альянсу. Запутались слова? Я да. А Копенгаген Вульфцы, Вульфцы, Волчары, они себе выбрали, знаете кого? Косадина! Мы первый раз в этом сезоне видим Косадина. Никто его еще не пикал, потому что он был 100% бан, по-моему, или даже 90%. Там была одна игра, где Косадин был опен, и никто его не взял. Я не говорю про американский ЛЦС, в американском ЛЦС был взят уже Косадин однажды. Но вот здесь вот Косадин был опен, и миллениум решили сразу его законтрить талоном, ласт пиком. Ковтор байтит на себя, но на самом деле он просто проверяет по миду какой-нибудь инвейд. Нет никаких инвейдов ни на какие точки, но есть у миллениумов другой план. Они заходят в Трайбуш, и никого здесь нет. Не угадали ни миллениум, ни Копенгаген Вульфа, где их будут оппоненты. Шен, кстати, играет без телепорта, а вот Косадин с телепортом, то есть в лейтгейме будет преимущество вот этого чемпиона с телепортом. Да и начало это будет неплохое преимущество, хотя оно будет нивелироваться ультой Шена и ультой Пантеона. Вы видите, уже неординарные пики, пикабаны мы пропустили, потому что немножко со стоп-стартом у меня не получилось. Это очень интересный заход, Жре ведет свою команду вперед, но у них очень сильная комбо, вы, конечно, понимаете, для ферст-файта. Лучше, наверное, не найти трэш-хук, сайланс, ну, либо автоатака от Талон, от таун от Кевина, ну, который за Шена играет. И Араная на всякий случай пожарный может взять себе стан, учитывая, что сейчас стан наносит урон по мопцам. То есть, конечно, ему будет сложнее фармиться в лесу с самого-самого начала, но даже так этот урон все наносится. Я, правда, не знаю, на сколько секунд станет сам мопец. Кевин проверяет и видит, что красный баф у него воруют, а он сразу туда смещается и передумывает, понимая, что на ботлейне нет никого. Потому что им сразу сообщил трэш-лютсан, что здесь нет никого, а он думал, что лисин будет соло забирать. Ну, точнее, он соло забирал практически этот красный баф, но он думал, что вообще не будет там никого, и можно будет зайти там с Талоном ему дать по лицу. Ну что, свап от Форгивена и Санлимит, этом свап, Карма в саппортах мы, по-моему, на этом турнире видели один раз. Вот я не помню, как она там прокнула, не прокнула. Интересная фишка, конечно, от Кармы есть, это и щиток, который будет для Кафтарда давать ему небольшое бессмертие на неопределенное время, там, 2-3 секунды. Либо пока ему полностью не пронесут этот урон. И мобильность команде, которая так необходима против Пантеона, который сможет через ульту заходить за спину. И Йонгбак чуть-чуть пофармился, подошел одного мопса за ласкица, понимая, что трэш пошел помогать Пантеону брать красный баф. Кстати, Пантеон тайминг не сделал на красный баф. Не уверен, что это хороший поступок, но Мэйзинг все равно здесь пробегает, сейчас добьет. Кстати, из этих мопсов довольно много опыта дают. Не, это точно надворд это было, и надо было добивать мопсов полностью. Он даже 3-й левел не получил еще, Ранай. Я думаю, Копенгагенцы сыграть хотят в быстрый Тауэр Пуш на топе. Единственная проблема, то что Лисин не угадал, где что будет, и он пришел на бот-лейн помогать Йонгбаку, чтобы его не задавили. А дайв тут мог быть. Вы знаете, что Пантеон, наверное, топ-2, давайте скажем так, он все же топ-2 дайвер в этой игре на первых левелах. Наверное, топ-1 все же Элис, потому что она может просто нивелировать урон, который к тебе идет, и хотя, не знаю, слушайте, тут сложно, сложно сказать, что из них важнее. На Unlimited выпрыгивает Аранай, но Unlimited ускоряется, Flash Town, Unlimited отфлешивается и через Flash Аранай забирает его, и Forgiven вряд ли будет убегать, его замедляется в автоатаке. Кидают Flash Stun, ай, таун-то есть у Кевина? Есть таун-то у Кевина, но не достает он. Ух, вернемся к мысли про дайв. Здесь дайва не было, здесь Unlimited немножко переоценил свою возможность проверить эти кусты, и Пантеон с Шеном его, конечно, уничтожили. Чуть потише я сделал на несколько комментаторов, извините, если кто-то их слушал, а не меня. Будете слушать меня. Тем временем у Косодина совсем нелегкая житуха, он купил две арморки себе, начинал он с фляжек. Я смотрю, красные бутыльки он не пил, а вот фляжку он всю выпил, понял, что все плохо, и решил сбэкаться и просто через телепорт вернуться на линию. Ну, отставать на 10 фарма против Талона не так страшно. Талон хотел начинать с Бруталайзера, посмотрел на сумму денег и понял, что не хватает. У него хватило на два Дорана и Пинквард. Ну, не очень доволен, наверное, Талон, но может он там где-то не нафармил немножко. Просто два Дорана, конечно, вам дадут сустейна, но ему не нужен сустейн на линии, понимаете? Ему нужно убить Косодина сейчас. Ему надо задонайтить как можно больше мопцов, ему надо быстрее получить шестой левел. Ну, вот с Бруталайзером, представьте, сколько бы урона он сейчас нанес. Он бы уже отправил Кавтарда домой. Так эти две арморки, конечно, много дают. Пытаются сломать Тауэрку, все не получается у Фаргейвена санлимит этого сделать. И Пантеон туда уже подходит, Пантеон четвертый левел, Кавтарт. Жалуется своей команде, наверное, на свою нелегкую судьбу, хотя сейчас неплохо задоджил удар от Керпа. W он кидал и не попал. Выходит Пантеон, они его видят, включают скорость только на себя. Unlimited кидает стана Рана и цепляет его. Вот сейчас ультанул. И я не знаю, ребят, по мне надо было ультить и прожимать ускорение на двоих игроков. Барьер спасает Фаргейвена от неминуемой смерти. Немножко я не понимаю Unlimited. Не понимаю его поступок. Он должен был ускорить обоих, они бы, скорее всего, убежали без каких-либо проблем. Ведь он от вплотную подходящего Пантеона смог сам убежать. Пантеон опять будет играть через Лизард. То есть, сегодня уже была игра одна через Лизард. Вы ее в повторе, к сожалению, видеть не сможете, потому что я запись тогда еще не делал. Там кто-то с кем играл. Я сейчас уже даже не понял. В предыдущей игре это было. Рокаты, по-моему, играли. Да, Рокаты. Пантеон играл Лизард, Вармок, Ласт Виспер, Блэк Кливер. Очень интересный такой билд. Вроде как и дэмэджа нет, вроде как и сустейна нет. Но за счет, не знаю даже чего, он выживал. Потому что реально я не понимал, за счет чего он выживал. У Йонгбака по фарму есть проблемы. И Араная подходит делать дайв уже с настаканным щитом. Хотя какая разница? Его почти хукнули, у Йонгбака. Нет. Варда нету здесь. Они это знают, потому что ставили. Керп поставил пинг и не видит тот синий вард, который стоит рядом с ним. Йонгбак. Нет, все, он в безопасности. Тут подошел Амейзинг. И нельзя забывать, что... Ну да, давить, конечно, рейника шестого левела не стоит. Может быть, стоило как-то... Ну как Амейзинг мог заставить их давить? Амейзинг пришел правильно? Ладно, давайте скажем прямо. Он пришел правильно помочь. Почти Таурку сломали в Forgiven с Unlimited. А почему его... Ты там называй Unlimited. Unlimited там. А, ну да, да. Это в русском языке нужно дополнительное окончание добавлять. Это просто английское слово такое. И Керп получает синий баф от Араная. Здесь Ботлэйн тоже почти сломали. Но Таурка-то жива. Понимаете, вот это вот почти очень много решает. Пытается Криотон через ульту запушить. Понимая, что сейчас Кейтлин с Кармой идут уже сюда, идут вниз. Надо быстро запушить эту линию. Но Амейзинг с Йонгбаком классно разыграли ситуацию. Остались здесь. Вместе будут сейчас запушивать сразу два пака. И уже не охота бэкаться. Уже не охота бэкаться миллениумцам. Но они не смогут воевать за дракона. Купленные айтемы есть уже у Кейтлин. Немножко более сустейновая карма. Единственное, это вообще полный отсутствие таймов у Касадина, скажем прямо. И остается Жире здесь на линии, это он уходит. Не пошли все же Копенгагенцы брать дракона. Я думал, они сразу решат это сделать. Но из-за того, что Касадин как раз был на бэке, Кафтарт предупредил свою команду, что он прийти не сможет. Он сильно отстает от Керпа, но не умер. Обычно талоны убивают Касадина. Здесь талон не убил Касадина. Талон только его перефармил. И Юнгбак приходит сюда. Мне кажется, это, ребят, сейчас действительно Кафтарт просто уйдет на топ. Или как? Нет? У него есть телепорт. У него телепорт почти откатился. За спину летит Пантеон. Ускорять надо команду. Ну, е-мое. Опять он только себя ускорил. Кидает стан на Раная, срабатывает. Хорошо, что форгивен был флэш. И Пантеон не смог его убить. Команда не успела среагировать. Ну, здесь ладно. Здесь они как-то вообще без потерь обошлись, учитывая, что Пантеон залетел им прямо за спины. Со спины. Я даже удивлен, что они настолько легко ушли. Потеряв всего один флэш с Кейтлин. Не, Юнгбак все уже на топе будет. А я уж подумал, на самом деле, что Юнгбак пытается убить Кевина. Амейзинг через вард придвигает. Флэшивается, отфлэшивается Кевин дальше. Но, скажем прямо, флэш, снятый с Шена, гораздо важнее, чем флэш, снятый с Лисина. Лисин может через вард делать инсек моды, а вот Шену таунтом иногда не достать. А вот флэш таунт после своей ульты, это очень важно. Тарка тут очень битая. По айтему впереди идет Креатон, причем так довольно прилично идет впереди. В Ампирик Септер 800 голды и этот айтем тоже 800 голды. Но дэмэджа они дают меньше. А за место в Ампирик Септера у него, хотя у него нет никакого отхила. Ну, кроме того же самого Дорана, но Доран есть и у Кейтлин. Амейзинг здесь. Не хотят они отдавать эту тарку. Ловят Unlimited Креатоном. Поймал его, но к ушке полетел Лисин вперед на Жре. И тут ультует. Ох, как все. Как же все. Не, ну прикроет, прикроет. Как все было и интересно, и нет одновременно с этим. Лисин хотел сделать инсек, но из-за того, что не было достаточного вижена на Лициана, он не попал в него вообще и решил выбивать Трэша. Трэша поставил свою ульту и на Трэша же полетел сразу Шен. И пришлось Лисину не к своим кидать Трэша, а от своих подальше. Шен здесь. Я не знаю, почему они пошли брать сейчас на Шор. О, извините, Дракона. Когда Шен здесь, они это знают. На бэке был лица, но он вернется. Это секундное дело. Глупо они сейчас поступают. Только время теряют. И сейчас они еще и Дрэка потеряют, наверное. Потому что миллениумцы теперь вернутся, с фулл ХП будут. Куда полезли? Очевидно же, что талон с Шеном сейчас спустится. Они вдвоем просто вас раскатают здесь и не дадут вам брать Дрэка. Учитывая, что у Кафтарда еще пока нет ничего по айтемам. Просто посмотрите на его айтемы. Один дает 15 стабилити пауэр и армор. А второй айтем просто дает ХП. Вот такой вот чемпион. А там уже бруталайзеры два мячика. 147 АД с пробиванием. Не знаю, это было как-то не очень. Ну и все, теперь миллениумцы идут брать Дракона. Я бы даже сказал, что Копенгагния Бульцы сами им его принесли на блюдечки. Потому что им надо было Реника не спускать сверху, а оставлять там и продолжать пушить, пока Шэн внизу корячится. Тогда бы Шэну пришлось сейчас идти на топ, а не сюда приходить. И вот тогда можно было бы попытаться использовать преимущество своего телепорта. А у Шэна нет ульты. Ну как-то они это не продумали. Ну, наверное, вообще даже лучший вариант был свап сделать. Йонг Бак уже давно на мид отправить. Я не знаю, что он там ковыряется и не хочет пойти на мид. Потому что Шэн ничего не может сделать к С1. У Косодина вообще ничего. У Косодина там была бы сейчас просто фри ветка по фарму. Если туда уходит Керп, фармится с ним, то они теряют присутствие на миде вот этого важного чемпиона. А у них бессмысленный был бы Шэн на миде. Ну теперь нет боттауэрки. Опа-па! Пантеон увидел, что они выбили вард через пинг, и сразу туда ультанул. Ну, не знаю, ультить, чтобы убивать вард. Не дать убить вард, все равно, тем более, вард убили. Ну ладно. На ботлайн смещается снова Копенгагенцы. Но фарма Хитли она идет пока впереди. Мне единственное, мне нравится, что она по-прежнему без нормальных айтемов. У нее нет ничего. И если она идет в инфинити, то у нее очень долго еще будет ничего. А Креатону осталось всего там 800 голды-то набрать. Ну, наверное, уже меньше, чтобы быть хоть кем-то в этой игре. Что касается Шэна, у него 2.3 санфайра собрано. В то время как у... Ой-ой-ой. Керп пытается раздамаживаться с Кафтардом, но Кафтард дает ему бой неплохой. Ну, как бы открытый плащ. Он как этот мальчик-эксбицианист. Он еще без любого доспеха. То есть он ничего не купил себе на сустейн. Ему надо, конечно, кекс-дринкер собирать здесь. Или что он будет собирать, это интересно. Пытается выцелить на Кафтар, но не доходит по рейнджу. Но ботинок тоже нет. То есть он еще и босиком бегает. Очень плохо пока Керп. Не может он убить Касадина. Да, он по фарму идет эпик впереди. А, вот сейчас может... Нет, нет, ничего. Ульта у него есть. Игнает есть. Я не знаю, чего он жалеет. Я бы даже так это назвал. Даже ульта у Кевина есть. Почему Керп жалеет Кафтарда? Ну ладно, вот сейчас, по-моему, жалости пришел конец. Ароная... Чего? Почему? Куда? Ну сейчас через флэш? Да, флэш. Стан отфлэшивается. Сразу за ним прыгает Керп. Удар. И выживает Кафтард. Выживает? Нет, не выживает. И Керп получает его дабл баф. Вот так вот. Но два флэша с Игнайтом они потратили на то, чтобы убить Кафтарда. Не уверен, что... Супер ворт это. И читывая... Хотя они сейчас здесь останутся. Блин, слишком мало хп. У Керпа. Жире с Криатоном смещается тоже на мид. Йонгбак их должен был увидеть. Они по ворду тут идут. И... Вот этого парня надо вылавливать. Прыгать на ворт Амэйзинг. Удар-удар. Прыжок. Вперед флэш. Ногой пихает. Через телепорт летит сюда КС-1. Оставить килл. Ну ладно, Китлин тоже килл нужен. Только вот немножко Йонгбак ульта меня смутила. Но он подумал, что может сюда Пантеон еще прилетит какой-нибудь. В общем, решил не рисковать. Ну, Трэш сам виноват. Не знали, что есть пинг-кварт у команды Копенгаген-Вульфа в тех кустах. Если не знали, то Аранай должен был сообщить. Аранай этот пинг-кварт видел. Опа! Со спины летит. Но у них нету трэша. Здесь в тимфайте Керп под ультой вбегает. На нем же сидит Шен. Забирает сначала башню. Форгивена пытается убить. Форгивен выживает. И... Нет, он не выживает. Но Лисин, кстати, даблкил сделал за это время. Трэш все еще не здесь, ребят. Креатон флешается, делает килл. Но зачем? Или... Или... Нет, слушайте. Классно все получилось. Желет сказал, я приду и спасу тебя. Может спокойно флеш-то делать килл. Он подошел и реально сделал флеш-кил. И его через фонарь пришли и спасли. Неплохо, неплохо. Размен начатый... Миллениумцы не в пользу. Во-первых, они начали 3 в 5. Но Керп получил как бы плюс одного игрока на себе. Шен. Он... Пока он прилетит... Вот он прилетел. Куда он таун сделал? Он сделал... Он сделал таунт в Кафтарда, который в этот момент ультанул. Это так интересно получилось. Но его в итоге убили. И сейчас будет от Креатона. Смотрите. Бах-бах. Креатон думает, надо отходить. Кевина не убивает. Начинает к нему бак уходить. У него есть дабл-атака. Он флешится, чтобы сделать эту дабл-атаку. Авто-атака, авто-атака отходит. Фонарь. И этот фонарь... Ну, много довольно. ХП не дает пробить. И если что, он всегда там... Ну, еще фонарь спасет. Если пойдет погоня, то трэш еще и ульту поставит. Еще неизвестно, как все развернется. Ластиспер тем временем появился уже у голого талона. Талон все еще гол, как сокол. Единственное, что мне не понравилось для Копенгагенцев в этом файте, а Мейзинг забрал все киллы. Он, конечно, молодец. Он перефармливает Пантеона, что, в общем-то, абсолютно несложно. Забегая там или убегая, скажем так. Так, если вы играете в джунглях и проигрываете по фарму Пантеону, который тоже в джунглях у оппонентов, то вы определенно плохой джанглер. Определенно. Это на этом и герою настолько сложно фармиться в лесу. Насколько даже сложно представить. Йонгбак здесь. Выскакивает Unlimited, цепляет они Криатона, но он отпрыгивает назад, и замедление сразу с него спадает. Не поражал Криатон бессмысленный спелл. Вот Йонгбак то, что сейчас делает, не самая, по-моему, лучшая идея, потому что Касадина вообще здесь даже близко нет. Не знаю, что это было. О, боже мой. Это была ошибка, ребята. Это была ошибка совершенно Йонгбаком. И Unlimited за это тоже будет убит. 2 кило получает Шен. Касадин только-только подошел к Миду, и это еще один Дракон Миллениум в зачет. Просветку делают, видят, там этот единственный вар, там Эзен кидает кушку, ни в кого не попадает и бросает это дело, понимая, что все тлен. Нет никакого смысла. Смотрит он, куда они идут. Не заходят они со спины на Касадина. Ну и тогда он просто вместе с Касадином думает, ладно, пойдем еще что-нибудь пофармим. 3-6 они проигрывают, а Копенгагенцы. Турнирная таблица, если правильно я помню, у обеих этих команд было 2-2 в начале этой недели. У Миллениумцев сейчас 2-3. Это не супер принципиальный матч, но Миллениумы, если проиграют эту игру, то, ну, отправляются на дно. Опа! Фонарь Аранай пытается спасти, но Аранай не хочет воевать. Точнее, наоборот, хочет воевать. На него прилетел Шен, и Амейзинг они ловят, и забирают с него 360 голды за те 2 кила, ребят, которые были. 360 голды, и плюс здесь ассисты. Это очень много денег в команде сейчас пришло. Ну и сразу они полторы тысячи ушли вперед, а было до этого там плюс 200. Вот такие вот растенки сейчас за Лесина. Хук не попадает. Бедный Касадин. Он был взят, конечно, неплох, но пока он никак себя не может проявить. Он пытается до Руа добраться. Надеюсь, у него накопился уже Руа, потому что если он бэкается только за Маной, то совсем это грустно. Хотя, с другой стороны, у него есть телепорт, с которым может прилететь. Руа появился. Ну, наконец-то. С ним-то он может уже и понапрягать Миллениумцев, потому что с каждой минуты игры он будет становиться все сильнее, сильнее, сильнее. А когда он закончит Джоню, следующим айтемом, я думаю, будет заканчивать Джоню, хотя, может, сразу будет делать Рободон. Это уже... Ну, я не исключаю ботинки, что он сначала доделает, конечно же. Всем селом пошли инвейдить красный баф Араная, но Араная молодец, он его убил и отошел в сторону. Араная тоже играет через Бруталайзер и Ласт Виспер. Здесь Блэк Ливер с Бруталайзером очень хорошо... О, Блэк Ливер это то, из чего делают. Точнее, то, что делается из Бруталайзера. Я просто немножко оговорился. В прошлой игре я там говорил, что Блэк Ливер не очень хорошо заходит на Пантеона по причине того, что единственный герой АДшник, который у них был, это Кейтлин. Здесь же у них, ну, помимо Люциана, есть самый главный их АДшник, это Мидер, Талон, который ваншотает. И если вы со своим Блэк Ливером начнете станеть любых вообще чемпионов, которые здесь есть, то Талон начнет их раздамаживать, что и... Да, есть Боже там. А еще можно же и просто своей Ешкой раздамаживать. Насколько я помню, там это считается, что вы кидаете как копья, и их несколько по счету идет, три штуки, по-моему, и это настакивается, то есть три подряд, если я правильно помню Пантеона. Там то ли три, то ли пять число. Таких героев вообще много. Есть с настаком, вот куда Кафтарт вообще вышел, я чуть не знаю. Иди фармся, слушай, Косодин, прекрати фигней страдать. Чего ему вот на топе сейчас не живется? На топ опять идет фарм из шести мопцов. Идешь, забираешь его. У тебя стоят три варда с оппонентского леса, то есть вообще там можешь стоять веки вечные. А, ну, он решил пойти на ботлей, но ладно, схожая тема. Просто решил по миду пройти. Немножко не въезжая, он просто взял Косодин, а пока ничего полезного не делает. Я бы даже сказал, он в некоторый момент даже запорол игру своей команде вот этим вот ходом. Давайте быстро заберем первого дракона, помните? Опа, так, что тут у нас? Пантеон кидает стан на Йонгбака и цепляет Амейзинга, но не будет стрелять. Ничего себе там Карма раздамаживает. Такое впечатление, что это не Карма, а Косодин. Это, наверное, так совпало просто, что Карма замедлила и в этот момент Китлин сделал лакушку. Но не смогли они пройти эту Таурку, а Косодин тем временем сделал Таурку. Правда, он поделился деньгами со всей командой, он не злоствитил ее. Себе лично не забрал, влетает здесь Пантеон, Хук, Йонгбак пытался прикрыть Форгивену от Хука, вот это вы видели, вот это самоотверженный парень. Че там по Косодину? Пролетел Косодин, ничего не нанес Криотону, еще чуть-чуть ничего сделал. Сейчас откатится у него прыжок и килл! Но он достается Ренни к Тону, у Косодина есть спелы, есть демодж, надо его делать. Разруливают Копегагенцы. Невероятно, ребята. Не смогли они захукать Форгивена, очень много всего потратили, чтобы убить его, а вот он, жив цел орел. Я вот не заметил, куда талон зацепился, я следил в основном за игроками Копегагенцев, вот мне бы тут кого-нибудь в союзнике, кто бы следил за игроками Миллениума, потому что надо следить, кого Пантеон застанил. Давайте медленно следить теперь только за командой красных. Ульта Пантеона, стан! Опа, отфлешивается Форгивен. Куда, Керп? Ты чего, братиш? Керп весь свой залп истратил, чтобы убить карму. После этого бегал, как маленький ребенок, голенький такой, куда деться? Мама, нужна мне что-то как-то. И мама его расстреляла. Мама пистолетовая. Вы видели, что сделал Форгивен? Он соло убил талона. Ну, правда, давайте скажем, отдадим должное, что карма пострадала. карма была убита до этого. Керп совершил, ну, я не могу сказать, что это ошибка. То есть, когда Форгивен отфлешился и талон уже не может достать до туда, ну, до него, то, наверное, стоит выбирать себе более простую цель и ее точно убивать. Но именно из-за этого команда проиграла битву. Потому что КС-1-то потом убивал всех. Если бы он убил вот Кейтлин в том файте, вот этот один на один файт, но не знаю. Ждут здесь Кафтарда. Он идет, идет, и его больше нет, ребят. Он отпрыгивает. Сайленс прошел. Фонарь прожимает Джонни. У него сейчас прыжок откатится. Отпрыгивает еще раз. Гуд джоб. Да. Настоящий гуд джоб сейчас был. От Кафтарда. Забирай все свои слова назад, которые я сказал от него, что он пока ничего не делает. А я ничего не делал, потому что Айтемов не был. Сейчас он начинает спокойно ходить. Ну, ладно. Миллениусы забрали сейчас дракона за счет того, что Кафтарду разбили лицо. Но по-хорошему он должен был там умирать. Замедление. Но Араная это минус Араная. И еще Мейзинг под ускорением бежит за жре, но это не поможет. Замедление. Нет, откидывает жре. Неплохо, он выжил. Но не все равно нет ингибитора. Дракон это такая малая толика радости для команды миллениумцев. Две игры за день проиграть. Куда катится мир? Будучи миллениумом. Не знали они этого. Керп на топ идет. Он 14 левел. 14 кстати кс-1. И по фарму посмотрите кс-1 уже ушел вперед. Такое ощущение, что совсем забыл талон о фарме. И что он делает? Боже мой. Why? Опускает голову уже Керп, понимая, что эту игру они проиграли. Но если посмотреть на числа, ребят, то они не проигрывали еще игру. У них было 3000 отставания, минус один ингибитор. Окей. Позволяем им нас дайвить, используем пантеона, залетающего со спины. Они не могут уходить от нашей башни. Даем битву через тауншена, через жре ульту. Зачем он отдался просто? Он, кстати, вторым айтемом доделал из борталайзера такие Ямото Блейд, Ямото Гоус Блейд. И сейчас я немножко не понимаю даже, что собирает, потому что ничего не собирается из этого айтема, который он сделал. Ну, кроме гидры. Ой, боже мой. Ой, но они забрали Йонгбака, понимаете, под башней. Вот как бы и так вот и надо было стоять и воевать. Зачем отдавать было кил. Лишний кил. А, кстати, кому он отдал тот кил? Я не заметил. По-моему, Брейник тогда взял кил на нем. Ну, и за это он сейчас поплатился. Но они забрали еще одну Таурку. Теперь будет два открытых ингибитора после того, как появится вот этот центральный. А это означает, что один нелепый файт от миллениумцев и копенгагенцы могут идти просто заканчивать игру. А если не заканчивают, то сразу забирают два ингибитора тяжело играть без двух ингибиторов. В таких комбах, когда у вас нету хорошего отпушивания, а у них нет хорошего отпушивания, посмотрите на команду миллениумцев. У них есть ульта Криатона, немножко Керпа W, которую он, наверное, не думал, что будет рисковать использовать туда. Потому что можно неожиданный врыв от Кафтарда даже получить через Жоню. Ну и плюс там всегда можно идти на Анашора, если два ингибитора открытых, это стандартная тема. Почему Unlimit видит этот вард? А, вот, вот видите вот этот вард пинг, который стоит? Он не видит тот дальний вард. Я не знаю, как туда поставить правильно пинг, чтобы он видел сейчас в нынешнем патче, чтобы он видел все эти драконьи угодья, наверное, так давайте это назовем. Потому что ну вот эти пинки они реально фейлят уже очень много. помните, была игра, по-моему, это было на катавице, ой, не катавице, а EM, который был недавно. Это не катавица был, по-моему, а может и катавица это был. Не помню, где именно EM проходил, но там именно пинг-вард поставленный плохо зарешал. Там действительно был поставлен плохо пинг-вард. Вот сейчас Unlimit поставил пинг-вард хорошо, Керп тут повоевать с Кафтардом, наполучал по лицу, потому что Кедлина его прикрыла. вообще, довольно близко было минус Кафтарду получить команде Копенгаген Вульф Цепляет минус Таврка и уходит через фональ. отступили еле-еле миллениумы. Открытый ингибитор. Напоминаю, два открытых ингибитора. И вернуть к той мысли. Сейчас посмотрите, где стоит пинг. Пинг стоит в правильном месте. То есть, если бы вы меня спросили, видят ли этот пинг все тамбарды внутри, я бы сказал, да, он видит. И многие саппорты скажут, да, он видит. И он тоже скажет вам, да, он должен видеть все варды, которые внутри. Но он не видит его. Более того, я вам скажу, он не видит еще один тамбард. Если поставить чуть ближе вот сюда, вот к этой, вот сюда вот если поставить, вот видите, вот это место, чтобы видеть этот вард. Вот юнгбаг сейчас видел этот вард, как они поставили, идет туда и сиюнет варда. Что такое? Я же видел, они только что вард поставили. Причем пинг реально вижен дает, то есть он дает на всю эту почву вам видимость. Ой, куда он идет? Он фэйсчек и прожимает ульту и начинает просто бить креатону такой. Они поймали зазоненных миллениумсов и под ультой юнгбага просто заходит на пофиг и ломает ингибитор открытый. Талон будет со спины заходить. Это может кстати маукнуться. Надо ингибитор обязательно добивать пантеон. Добить ингибитор. Добили ингибитор. Пантеон прилетает. Ульта треша ужаснейшая. Керп цепляется за форгивена, но форгивен выживает в очередной раз. И все еще жива команда. Креатон нету дэмэджа. Не может убить. Убил такие кафтар нет. Убили убили в итоге. Все потому что два танка их ушли. Вот они одного танка они слили сразу у юнгбака потому что он без ульты был. Пока убивали ингибитор уже о хорош пока убивали ингибитор он уже ульту свою и потерял. А Мейзинга просто игнорировали. Он хоть и танк является но его можно игнорировать когда он уже ульту свою прожал. Вот и получилось так что кафтар с форгивеном пришлось сражаться один на один. Попадает кстати. Попадает полетел удар и пересмачивает Араная на фонаре Амейзинг возвращается. Войну джанглеров победил Араная Араная почесал попу только что было на экране это видно. Ну не попу а то что он чешет заднее отверстие. Смотрите как здесь было щиток барьер отпрыгнул назад с автоатаки и кафтарт ему помог. Максимальная защита Аренник пытался убежать но не смог Риаттона добил такие и здесь они за зоне потому что они все же зашли внутрь и им не уйти хороший отличный хук был Аджре и за это он умирает от Касадина который успевает прожать Джоню а мы все что смог сделать это удар по земле знаете такой Маутен Кинг клапнул по земле а как бы ни по кому не попало это очень напоминает когда Маутен Кинги клапают а вокруг одни спеллбрейкеры такая вот была Варкрафт игра кто не знает знаете знаете 3000 преимущества Копенгагенцев но они убили ингибитор это все равно definitely worth it то что они потеряли трех игроков за ингибитор а убили двух в ответ пинг вард все еще не виден Амазинг делает просветку и этой просветкой видит этот вард и сам сейчас офигевает с того что этот пинг не видит ну возможно он просто еще раз туда поставили в это же место поставили простой вард и по-моему на этот раз карма не увидел этого момента надо просто покупать пинг я не знаю ставить за спину что ли его на шору это наверное будет самый правильный ход 12-12 общий счет 3000 преимущества так и остается по итемам ну тут особо пробегаться наверное не стоит Алисин в полного танка собирается Реник в полного танка Рободон все же собрал КС-1 там Гидра ну я угадал с айтемом третьим который собирался сделать себе Керп демоч у него есть его проблема в том что он не может ваншотнуть Кейтлин из-за барьера из-за Микаэля из-за дополнительного щитка кармы три щитка могут накинуть Копенгаген вульфсы на одного своего игрока то ли это будет два щитка могут накинуть и еще барьер тут какой-то хаос начался отвориться на миде из-за которого Кайатон натерял хп а в таких погонях всегда Кас-1 топ-1 это ребят ГГ Кас-1 топ-1 в погонях нельзя ни в коем случае сражаться отступать точнее нельзя кайтить против Кас-1 потому что Кас-1 с каждым прыжком наносит все больше и больше и урона а самое главное он всегда вас догоняет а с кармы так уж подавно у них была шурель у них было ускорение кармы и Кас-1 видите без хп но минус 3 сделал причем реально каждый раз прыгал и ваншотал и если бы он захотел он бы сейчас ваншотнул хотя вряд ли у него уже льта да провалили как-то вот этот момент я даже перемотаю извините я реально пропустил этот момент не хочу заговорился немножко и пропустил а хочу увидеть как это произошло как Криотон потерял все хп здесь давайте вот посмотрим я реально пропустил моя ошибка вот Криотон спокойно запушивает линию команда Миллениусов не знает куда им себя подать и сейчас вот на миде каким-то образом Криотон потеряет так много хп что Миллениусы захотят уже отступать а не воевать Юнбак еще вообще на топе даже они настолько быстро сейчас спустятся все вниз блин классно Копенганг посмотрите насколько быстро сейчас вся команда окажется на миде они увидели что все на мид смещается вся команда сразу Реник рванулся здесь врыв кушка по керпу удар удар первый залп идет флэш ой не флэш это было ульта и никто не прикрыл Криотона от ульты а Реник уже здесь ну да фонарь чтобы керпа вытащить сразу Кевин теряет пол лица разворачивается чтобы прикрыть керпа ой извините Кевина ну и все дальше мы уже с вами видели да это конечно жестоко это жестоко ну что ребят рано и плакать сейчас будет да возможно перемотаем вперед я делаю сейчас топ старт ребят и обсудим что было в этой игре весело или не весело скучно или не скучно а следующая игра гамбиты ха-ха так Продолжение следует...